15 лет. Из-за моего жесткого и неправильного отношения муж шел 2 года назад, заведусь к береговницу и месяц назад ушел к ней. Возвращаться не хочет и разводиться не хочет. Ваши лекции помогли мне отпустить ситуацию, вставать в лице, молиться, желать мужу счастья. Ушли стрессы, дикая боль в сердце, в жизни все наладилось. Но не понимаю, по вашим лекциям надо ставить мужу условия и сроки, наказать, поговорить с тебе полностью, а я не выживаю счастья, мужу люблю, но не общаюсь. Я поняла так, что надо заниматься людьми отношениями с Богом, а не с мужем. Господь сам все управит. Подскажите, что вам не продолжает держать ситуацию, что мне нужно понять в себе исправить, чтобы она разрешилась в какую-то сторону. Вернемся, муж, или расстанемся. Главное, что ваши лекции привели меня к Богу. Если бы неизменно буду, я никогда бы не обманулась на лекции. Это правда? Так и есть. На самом деле, настоящая жизнь начинается, когда мы страдаем. И когда страдание уходит, опять мы уходим за бюкёв. Часто мы думаем, что жизнь — это наслаждение, в котором мы живем. Но это наслаждение не дает ничего нового, чтобы дало нам возможность развиться. Потому что человек должен избавиться, он должен очистить свое существование, дальше жить в другом месте, где не так много страдания. В зависимости от судьбы и реальность жизни. Я не имею в виду Россию, в Америку, там и так далее. Я имею в виду разные уровни жизни во Вселенной, когда это более высокий такой вопрос для обсуждения. Но во всех верах, духовных традициях это звучит. Мне бы хотелось явить человека, который написал эту песню, что очень трудно. Дело, что вы должны знать, где-то около года назад начался плохой период, связанный с вашей вечной жизнью. Это бывает так, что приходит время, человеку нужно сдавать экзамены в жизни. Экзамены нужны обязательно каждому счетовку. И вы сейчас издаете свой экзамен. Муж, нельзя сказать, что он уже ушел. Просто есть разные слои жизни, понимаете? Я сегодня ехал в бюджетчике и слышал разговоры между двумя женщинами. Одна женщина общалась с другой, а вот мой муж задал любовницу. И она знает даже эту любовницу на работе там у него. И она думает, ругаться с ней или нет. И с мужем ругаться с ней. Но надо понять одну вещь, что сама идея, вот, который, тот слой жизни, в котором находятся люди, которые так относятся друг к другу, он подразумевает измену. Есть жизнь в невежестве, когда люди живут только для себя. Эти люди склонны вообще разрушать отношения. Они склонны ругаться, ненавидеть кто-то, изменять. Они считают это вообще нормально, то есть у них нет проблем. У них совесть не работает вообще. Жизнь в невежестве, это означает, жизнь без Бога и без нравственности, без принципов каких-то. Лицом таких людей является гидонизм. Гидонизм – это «еживи, веселись». Живем этим разом. Наслаждение. Если меня что-то наслаждает, значит, это святое. Если мне что-то нравится, это очень хорошо. Все остальное не имеет значения. Нет собственности, нет параллит. Есть наслаждение. Это невежество на женщине. Там нет семьи. Даже люди вместе живут в мире, они по факту не являются семьей, потому что между их сердцами нет отношений. Отношения имеются в любое чувство, какие-то не наслаждения, не секса, а ревности, чистоты, глубины. Но у вас не такие отношения. У вас жизнь больше похожа на страсть. То есть когда люди более-менее хорошо относятся друг к другу, но они не понимают, что значит любовь, не понимают, что значит глубокие чувства отношений. У них нет этого просто даже понимания. У них есть все-таки представление, что мы живем вместе для детей, для того, чтобы купить новую квартиру, для машины, для секса, для того, чтобы на Майяне поехать в отпуск. То есть и мне нравится наслаждаться красотой тела моей жены. Вот так мужчина, значит, это женщина, что мужчина мне дает спокойствие. Вот со мной рядом живет, мне нравится. Вот эта идея мне нравится. В ней есть элементы совести, потому что, ну, по крайней мере, мы хотим друг к другу счастья, желаем счастья друг к другу. То есть мы не хотим, чтобы кто-то страдал рядом с ним. Нет такого же дела. Но если люди не служат друг к другу сердцем, не желают счастья своим сердцем, не молятся друг за друга, не испытывают вот это вот чувство глубины в отношениях, то рано или поздно наступает такой период, как и у вас наступил, и счастье от вашего тела он перестал чувствовать. Это не то, чтобы такая вот жестковка, как вы пишите там и так далее. Ну, все хорошие, мы все ругаем, все там глупости делаем в жизни. Это у всех есть. Это не является главной причиной. Если бы он испытывал наслаждение от вашего тела, продолжал испытывать, то он бы все равно терпел вашу грубость. Понимаете? Но пришло время, и его не отчасти с этого наслаждения. Тело не излучает эту энергию вашу, которая бы наслаждала мужчину сейчас, в этот период астрологический. И так как жизнь страсти означает наслаждение, не означает любовь более высокого порядка, потому что верность – это другой тип любви, более возвышенный тип любви. Так как такого любви, типа любви между вами не было, я даже на вас смотрю, я не вижу связи между сердцами у вас. В основном, они не связаны в этот круг. Вы зависите от него, у вас есть зависимость от него, но вы не чувствуете этого человека. Я чувствую этого человека. Сердце, я чувствую сердце. Но из вашего сердца нет этого луча, нет вот этой связи. Хотя вы думаете, что вы его любите. Понимаете? У вас нет отношений к Богу, основанных на совести, на чистотели. Поэтому вы не знаете, что с ним делать. Кто его ругает, кто его помнит. Но вот как чужого человека можно ругать или помнить? Он чужой. Вам надо сначала свое сердечко начать, вот, прокрываться к человеку внутрь, чтобы он почувствовал, чтобы он почувствовал, что вы родной человек, что вы для него целую целость имеете. Это отношение к сердец. Это не отношение слов, угроз, или проклятий, там еще чего. Это отношение к сердец. Вот вы сейчас сердце у меня чувствуете. И меня чувствует, наверное, не такой близкий человек для вас. Но вы меня чувствуете, я вас тоже чувствую сердцем. Почему бы вам не настроиться так же на свое умение? Просто почувствовать его, как человека. Если человек живет наслаждениями, он просто не имеет знания, как жить правильно. Он не развит достаточно, чтобы понять, что такое настоящее счастье. Нет смысла его об этом и понять. Все браки, в которые люди живут в страсти, вот этими понятиями, они все разваливаются. У нас 80% браков в стране разваливается. Поэтому нет смысла сейчас думать о том, вернется он, не вернется, а то просто сердце свое настроить и так, чтобы он вас почувствовал как человека. Он вас не чувствует сейчас. У него есть понятия в жизни, поэтому он не разводится с вами. Понимаете? Эти понятия означают, что благость все-таки есть в ваших отношениях, какая-то небольшая есть. Вот вы сейчас начали на него настроиться, я почувствовал его тоже же. Он добрый человек по первому. такой добрый и спокойный даже в чем-то. Но он нуждается в теплее. В теплее, в заботе. Сейчас он получает от этой женщины вот это тепло, заботу. Потому что он не знает, что есть более высокие чувства. Он никогда не испытывал. Вот вы сейчас проявляете, когда вы его ждете, проявляете эти более глубокие чувства. Но не надо проявлять пистолиста. Вы хотите, чтобы разрешилось в этот час, или туда, или сюда, все разрешилось. А зачем? Устала. 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 Вы устали служить близкому человеку? Устала от них подвешено стоять. Вы хотите наслаждаться ей? А он не дает вам наслаждения. А вы послушайте ему просто сейчас, потому что потом, может, у вас не получится. Вы начните думать о нем хорошо. Ждать части ему. В этот момент у него совесть будет подспаться. Как только вы победите в себе корысть, да-да-да, важный микротончик, да. Как только вы себе корысть победите, сразу вам станет легче по-другому. Вот сейчас вам стало легче, потому что у вас не точно сейчас с Богом появилась связь. Это здорово. Но вам может стать легче в отношении с этим человеком. Вы поднеситесь к нему более возвышенно, что он просто нуждается в чем-то в жизни, и поэтому ушел. Не потому что он вас бросил там, или жестокий, или там. Он не доразится просто и все. Он не понимает, что как нельзя делать. У него нет понимания. Он чуть-чуть оградывается, но не сильно. У вас дети есть? Нет? Почему? Не знаю. Как? Не знаю. Сколько вы жили 5 месяцев? Одиннадцать лет. А? Одиннадцать лет. А чего же вы не стрелили с детям-то? Как-то... Так получается. Нет, так не получается. Это означает, что нет глубины. В семье должны быть дети. Вот люди сексом занимаются 7 лет вместе. Через 7 лет начинается отражение людей друг от друга, если не забыть о детях. Потому что семья предназначена для рождения детей, а не для того, чтобы балдеть вместе. С точки зрения полкижа, молодое женское тело лучше, чем уже в возрасте. Понимаете? Вы чуть-чуть постарели, постарше стали, ваше тело уже не такое молодое, ему уже не так можно наслаждаться. Но если появляется ребенок, то другие ценности в семье уже появляются. Уже наслаждение женским телом не на таком первом месте стоит, как просто любовь к детям и так далее. Понимаете, вот это вот нежелание золотых детей, это же коррест просто. Рей женский. Нежелание отдавать себе жертвы. Видите, сколько трудностей, вскрылось моментов неправильной жизни, потому что этот человек сейчас от вас немножко отоблинулся. Вы с ним общаетесь? Не хотите? Он ушел, как я с ним буду обращаться. Звоните по телефону и говорите, товарищ. Как он? Я говорю, он ушел. Я что, звоните ему по телефону и говорю, давай поговорим? А, видите, вот вы сейчас мне открываете сердце. И вот вы открываете у вас что в сердце в этом отношении к нему? Я вот не ушел. Видите, сердце вот такая жесткость такая отношения. Вот это объем работы вашего. Это то, что всегда было. Это то, что всегда было. Вот если человек ушел, а в сердце хорошо по отношению к нему, вы звоните ему и говорите, слушай, Вася, что? Зачем это ушел в нашу с тобой семья? А вы не можете, потому что нет в сердце ниточки, нет связи. Вот об этом я продолжу сейчас. Видите? Об этом. Что же ему буду звонить? Вам надо сейчас звонить ему по телефону вашего сердца. Пытаться установить отношения к сердцу. Желать счастье, прощать, просить прощения. А потом в сердце, когда появится к нему хорошие чувства, позвоните, поговорите с ним. Когда вы ему позвоните, тогда все начнет решаться. Бог хочет, чтобы вы были вместе. Вы сейчас получаете плоды своей жизни совместно. Вы не можете сейчас ни разлучиться, ни встретиться. А если вы бросите его, вы будете за это отвечать. Вы уже стали ближе к температуру. еще таких несколько шагов он точно вернулся я уже больше шристишь он на вас начать думать еще несколько шагов и у него совесть заработает много не понимаем жизни думаем что он правильно жили но там не было никакой жизни не желаю не было никакой жизни и мы просто вместе жили работали долго так или не живу видите как здорово что все так получилось поскольку много узнали у нас есть такие пары продолжаем от меня три месяца назад ушла жена у нее появился любой мужчина у нас не двое маленьких детей сыну 3 года . 2 она настроена решительно хочет разводиться говорить что даже если у нее не служат соотношения с новым мужем со мной все равно не будет это тяжелая значит уже причина очень серьезная все это значит развиваться причина серьезная женщины когда так настраиваются значит они долго терпели и потом применять такое решение я практикую все методы избавления аспресса которые вы рекомендуете режим дня правильного питания молитва раска и пожертвования и герстное общение читать духовную литературу и он очень благодарен за то что вы делаете кайфительность длиной сплоты но все разбивается твердое решение жены я понимаю вас об этом женщина очень твердую природу у нее кисками принимает решение она очень твердая потому что внутренняя природа женщина очень твердая наружная природа женщины мягкая и она может много копить но если женщина принимает решение она очень твердая потом следует своему решению это ее природа такая а мужчина снаружи очень твердый но внутри мягкий когда его твердость развивается то он внутри становится как ребенок очень мягкий мужчина внутри в последнее время ситуация усложнилась появилась девушка с которой можно было построить отношения но мое сердце до сих пор не свободно мне жена снится я молюсь о сохранении семьи она это чувствует как же вы молитесь о сохранении семьи а девушка помогает молиться что-то она это чувствует меня тут настораживает что каждая встреча не случайна может я зря до конца не принимаю ее я не понимаю в этой ситуации веками между прямством и настойчивостью может в этой ситуации уже ничего нельзя исправить уже сердце думает ну сколько можно может уже с девушкой строить отношения с новым и это не написано это я говорю судьба дает нам другого человека и я это испытание не должен терпеть в результате не дождусь возвращения в этой ситуации принять правильное решение спасибо вам очень хороший такой вопрос жизненный так обычно и бывает все как и у пишущих давайте показываетесь хорошо я сейчас немножко микрофончик дать включение я немножко сейчас расскажу про вашу жену а потом нужно делать выводы но мне нужны несколько немножко информации когда она может сколько берега шли в начале мая два месяца но какие-то жестокие условия есть так в жизни да или как-то относились жесткость с ней какое-то терпение она испытывала это правда возможно да она терпела долго да да понимаете сейчас она не ушла это неправильно думаю что она ушла она нашла защиту вообще защиту должен давать муж понимаете вот это желание подчинить женщину это желание идет из греховности из мужской природы из греховности вот само желание подчинить поработить женщину это удар ниже пояса то есть это не помогает никогда кроме того надо знать что женщина сильнее очень она просто так природу устроила что кажется что она очень податливая она действительно податливая сначала то что она сейчас проявила а это ее истинная природа женщина она очень тревогая внутри как скала вы сейчас это почувствуете но ничего не поменялось она еще не ушла она очень связана с вами она боится вас она отчуждена от вас она возмущена но переживает за отношениями переживает за отношениями и оттаяет эту тему просто помните что в отношениях между мужчиной и женщиной всегда есть две стороны смотрите есть схема такая один человек отдает любовь а другой принимает и все это время вы принимали любовь она отдавала то есть вы принимали и у вас росла благодарность но несмотря на эту благодарность вы продолжали отвергать ее потребности а у нее потребности внешности заботы есть ей нужно разговаривать женщине разговаривать на ее проблеме о ее проблеме почувствовать ее природу женскую важную для женщины не смотрят в глаза нужно остановиться так заменить почувствовать ее ее чуткость нежность и защитность вот это для жены очень важно когда ты так вот делаешь она чувствует что ты ее понимаешь что вы понимаете видите ваш взгляд был всегда строгий неприпованный вот и люди бывают трех категорий первая категория безразличные люди они живут в невежестве это не ваш чтоль тип вторая категория люди идеи принципиально также жизнь страсти принцип отчинения жены мужу выше чем жена это ваш чуть это страсть но это не значит что вы такой человек вы уже перерастли то что я сейчас говорю это было в тошке вот но она вас воспринимает именно такими как вы были тогда но это не значит что ее восприятие останется такими навсегда но это не значит это не значит И он не отвечает ее требованиям женщины, он слабый человек. Вы также не сможете остаться с этой девушкой вместе, потому что она для вас развлечение, то есть она вас развлекает. Она симпатичная, хорошая, но не родная. То есть нет такого решения сейчас свыше. Понимаете, это свыше, что происходит. Нельзя себе найти человека, это Бог все объединяет людей и разъединяет. Нет решения такого ни у вас, ни у нее сейчас. Просто Бог вас поставил в равную позицию. Потому что вы могли ее применить в измене, а сейчас вы не можете этого сделать. У вас сейчас равное положение с ней, с женой. Я понимаю, о чем вы говорите, но сердце ваше уже думает об этом, об этом объекте наслаждения. Но уже хочет наслаждаться новым объектом. И это уже измена тоже. Это тонкая измена называется, не грубая. Поэтому даже с этой точки зрения, это не может все женой, чем обменять. Потому что тонкое наслаждение и грубая, какая разница. То есть все равно вот этот падк измены уже произошел. Но он происходит из-за непонимания просто. У вас нет понимания просто, что вас Бог держит вместе. И он будет держать еще вместе вас еще около 9 месяцев. А если вы не сдадите своих занятий, то ваша жизнь будет хуже обоих. Не лучше, а хуже. А если сдадите, то вы будете ближе к другому. Но вам сейчас нужно ее прощать и понять, кто такая женщина. Вам надо понять, молиться Богу, чтобы он дал вам ощущение, понимание, кто такая женщина. А потом, когда это понимание придет, у вас сердце успокоится. И вы сможете тогда с ней пообщаться спокойно, без отчаяния, обиды. Просто спокойно поговорить. Когда это произойдет, то она вас поверит. Женщина не верит в слова, она в чувства двигает, в ощущениях. Если она почувствует, что вы изменились, что вы спокойно к ней относитесь по-человечески, то тогда она начнет переживать, что она ушла. И вот когда это переживание станет достаточно сильным, вы почувствуете, и можете просто ее легковым назвать. Просто поговорить со встречи, ее забрать, потому что все, она придет к вам назад. Она еще после этого не скоро установит с вами отношения, потому что с этого момента отношения поменяются. Теперь вы будете отдавать отношения, она будет принимать. Вам есть мужик, придется учиться, есть мужик. У вас есть всегда право эти 9 месяцев с ней общаться, потому что у вас есть дети. Дети – это право. И тот человек, который с ней строит сейчас отношения, он таких прав не имеет. Но когда вы даже хотите общаться с детьми, вы должны вести себя очень скромно, и не думайте, что мужественность означает делать крутой вид перед женщиной. Женщина это не уважает. Ей нужно чувствовать, что вы ее понимаете. И если вы, допустим, не скажете, я понимаю, почему ты ушла просто спокойно по-человечески, то она будет думать. И самое главное, вы должны понять, что она не вернется сама, так же, как сама не ушла. Или Бог ее вернет назад, или не вернет. Поэтому, если вы будете желать ее возвращения, она будет сопротивляться. Общение означает просто понимание, любовь означает бескорыстное чувство. Я понимаю тебя и служу тебе тем, что даю тебе право выбора, даю тебе возможность остаться там или со мной. Но я тебя понимаю, я хочу, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты была счастлива. Но это не значит, что я не хочу, чтобы ты была со мной. Просто я не хочу насилия над тобой совершать. Вот такое настроение надо в себе создать. Когда вы его создадите, это значит, что между вами, между сердцами вашими установится правильное отношение, и она будет это чувствовать. Но между вами и так есть отношение. Она очень много вложила в эти отношения, и вы сердцем ее сильно чувствуете. И она тоже вас чувствует, но она не хочет уже дальше вкладывать. Она разочаровалась. Но вы можете ее вернуть назад в ее понимание правильно с помощью своего поведения. Поэтому вывод однозначно один. Не нужно вообще есть сейчас эта девушка, которую вы нашли. Вы потом будете жалеть об этом. Надо ставить срок 9 месяцев, и через 9 месяцев или холод в сердце возникнет. То есть если она совсем рыбанет, то в нее будет рыба церема. И тогда вы уже облегченно вздохнете, когда холод возникнется. Или вы ее вернете назад. Но я думаю, что возвращение может начаться уже через 2 месяца. Я так чувствую, что в самый теплый период пойдет волна, вот такая сильная через 2 месяца. Вам надо просто найти повод общаться с тетьми. И, может быть, какие-то точки ей вложить тоже, что она здесь хочет. И ничего не говорит, просто принести. Она может ее прикидывать. Это не имеет значение. Мы решили вопрос? Спасибо. Да. От меня недавно ушел муж и другая девушка. Прожили вместе полтора года. Я молюсь святым, которым посоветовал молиться священием на исповеди. Это очень важно. Когда человек молится еще по совету старших, это вообще супер. Ставлю икону и нашу с мужем фото. Вкладываю в голос святого. Читаю молитвы, настраюсь на служение, кланяюсь. Правильно я все делаю. Очень здорово. Все это мне нравится. Как мне понять, что этот процесс пошел? Боюсь, что теряет решительность. Муж со мной общается путем СМС. Но только подружусь. Как самое главное, все не подружусь. Как мне разговаривать и реагировать на это? Если желаете, поднимитесь. Да. Угу. Опять я уже не буду повторяться, что жизнь страсти подразумевает расставание. Между сердцами нет ничего. Общение СМС означает любовь. У вас будет достаточно для пяти обладать человека. Это понятно. Нам всем нужен человек. Но любовь не надо игнорировать. Вы сделали полпути где-то к его сердцу. У него все здесь проснулось уже. Вы сделаете еще и второй половинный пяти. У вас дети есть? Угу. Знаете, проблема не в том, что он ушел, а в том, что вы с ним расходите сейчас сильно во взглядах на жизнь. Наверное, вы лекции раньше начали слушать, что он ушел, да? А он говорил вам о том, что его не нравится. И говорит. А вы ему не отказывали от интимных отношений? Ничего такого не было. Вы можете его понять, что это не тяжелая карма среди тяжелых стран. И есть другая проблема. Проблема не в том, что он ушел. Проблема в том, что когда его потянет назад, он вам будет уже не нужен. По факту я вижу, что не он вас бросит, а вы его бросите. И пока я не вижу такой силы в вас, что вы его не бросите. Знаете, почему вы его бросаете в своем сердце? Потому что вы хотите верности. И воспринимаете это как условия жизни. А верность это не условия, это труд. Что-то скажете? Вам надо молиться. Все делать то же самое, все правильно делать. И полпутира вы пошли. Вы уже почти достигли его сердца. Я уже вижу эту связь. У него совесть уже включается. Когда он вернется, вам будет казаться он слабым человеком. Он слабым, ненужным. Он будет казаться, что он вас разочерует. Но если вы это сможете передать, тогда вы сможете быть вместе. Я не вижу, чтобы он вас бросил. Бросать придется вам. Или не бросать. Все зависит от того, сможет ли вы свое сердце победить в том случае, когда вы разочаруетесь человеком. Сейчас вы его ждете и добиваетесь. Это хорошо. Но когда вы добьетесь, вы потом будете думать, стоило ли вообще хватает, сколько сил от этого человека. Дальше идти этим путем, другого пути нет. Вы не можете бросить. Вы не должны бросать. Вы должны пройти этот путь. Пройти этот путь и простить потом его несовершенство. Потому что вы путаете сейчас человека с Богом. Вы как Богу на него настроены. Как на Бога. Надо Бога поставить на место. То есть Бог должен быть Богом. А человек – человек. Не надо человек регридизировать. Хорошо? Ну, здорово, что у нас уже в начале лекции еще одного ответа на вопросы у нас уже как раз и началось раскрытие темы. То есть все идет к этому ключе. Все расстаются. Прошел год, как расстались с мужем. Жили вместе по кругу. Вот. 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 Похожая ситуация. Просил его вернуться. Он знает, что я его жду. Он даже разговаривать со мной не хочет. Я его люблю. Вы не любите, а жаждете счастья от него. Это разные вещи. И хочу, чтобы он был счастлив. Ага. Вот это уже любовь. Мог иметь хорошую семью. А согласно с вашими лекциями, пока один ждет, второй не может создать новые отношения. Скажите, как перестать ждать. Ха-ха-ха. Эти те же сматываться. А еще, Олег Игнатий, скажите, пожалуйста, какое мое предназначение. Слышка она не может остановиться. И давай покучше, что ли? Ха-ха-ха. Ну, кто спрашивает? Угу. Почему он ушел тут? Чего не печно? Да. Угу. Он сказал, что я именно уважаю, что не будучи, хочешь и нажимать. Ну это правда. А вы хотите? С ним же жить. А сейчас не знаю. Безнабежная ситуация. Сколько вы расстались в зерене? В октябре прошлого года. А? В октябре прошлого года. В октябре прошлого года. Вам надо ждать до ноября, следующего, до ноября этого года. Где-то в декабре, начале декабря все будет решиться. Шансы, что он вернется, очень маленькие. Практически нет таких шансов. Причина в том, что у вас в каждом мере взгляд на жизнь. В разных людях совершенно. Я не знаю, как вы вместе вообще показать. Тоже не знаю. Вы как-то других не разбираетесь. Вам надо лучше понять, вот женщина выбирает же мужчину, она должна решить столькие с ними, мужики или нет. Как вы встретите с ними? Вы как-то общались с ними быстро в раз и сприхлись все быстро. Вы отношения создавали? До того, как мы стали жить вместе, мы с ним общались два года. Сколько общались? Два года. Два года общались? Да, потому что мы должны жить вместе, да. Странно, как так вот бывает. Вы должны выполнить долг перед этим месяцем. Вам надо дальше делать все то же самое, что вы делаете. До декабря следующего года поставить эмоцию и написать ему письмо. Я тебя жду до такого печатла. Как? Как? В декабря этого года? Да. Ну вы уже же с кипряшкой, это же нормально. Или вы готовы два года за? А? Да я на них пишу. У вас есть сын? У меня есть сын от первого брака. Вы не спешите? Будете ждать погоды? Не надо. Не надо. Давайте я так лох и все. Хорошо? Я как-то чувствую, что вы не справитесь с этой задачей. Не справитесь. Простите меня за то, что я говорю. Но москты сильно разошлись на желание. Сильно разошлись. Не потому, что вы провинились сами. Просто причина, а разница в понимании жизни и природы человека. Понимаете? Разных природных. У вас жизнь в двух сторону поворачивается все. У меня вот в двух сторону. Ваши корабли расходятся в разных направлениях. Продолжение следует.